Михаил Зощенко. История болезни. Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома. Конечно, слов нет в больнице, может быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, может быть, у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома. А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои неимоверные страдания. Но только этим они не достигли цели. Поскольку мне попалась какая-то особенная больница, где мне не все понравилось. Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат. Выдача трупов от трех до четырех. Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме. Может быть, она на волоске висит, и вдруг приходится читать такие слова. Я сказал мужчине, который меня записывал, что вы, говорю, товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете. Все-таки, говорю, больным не доставляет интереса это читать. Фельдшер, или как там его, лекпом, удивился, что я ему так сказал, и говорит. Глядите, больной, и еле он ходит, и чуть у него пар изо рту не идет от жара, а тоже, говорит, наводит на все самокритику. Если, говорит, вы поправитесь, шо вряд ли, тогда их критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, шо тут написано. Вот тогда будете знать. Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура, тридцать девять и восемь, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал. Вот погоди, медицинская трубка, я поправлюсь? Так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, говорю, можно больным такие речи слушать? Это, говорю, морально подкашивает их силы. Фельдшер удивился, что тяжело больной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор. И тут сестричка подскочила. Пойдемте, говорит, больной, на обмывочный пункт. Но от этих слов меня тоже передернуло. Лучше бы, говорю, называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, красивее и возвышает больного. Я, говорю, не лошадь, чтобы меня обмывать. Медсестра говорит. Даром, что больной. А тоже, говорит, замечает всякие тонкости. Наверное, говорит, вы не выздоровеете, что вовсю нос суете. Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться. И вот я стал раздеваться, и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит. Наверное, из больных. Я говорю сестре, куда же вы меня, собаки, привели? В дамскую ванну? Тут, говорю, уже кто-то купается. Сестра говорит. Да, это тут одна больная старуха сидит. Вы на ее не обращайте внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды. Я говорю, старуха не реагирует. Но я, может быть, еще реагирую. И мне, говорю, определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне. Вдруг снова приходит лекпом. Я, говорит, первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему нахалу не нравится, и это ему нехорошо. Умирающая старуха купается, и то он претензию выражает. А у нее может быть около сорока температуры, и она ничего в расчет не принимает, и все видит, как сквозь сито. И уж во всяком случае, ваш вид не задержит ее в этом мире лишних пять минут. Нет, говорит, я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере, тогда им все по вкусу. Всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания. Тут купающаяся старуха подает голос. Вынимайте, говорит, меня из воды. Или, говорит, я сама сейчас выйду и всех тут вас распотроню. Тут они занялись старухой, и мне велели раздеваться. И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть. И, зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купания они дали мне огромное, не по моему росту, белье. Я думал, что они нарочно, от злобы, подбросили мне такой комплект не по мерке. Но потом я увидел, что у них это нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубахах, а большие в маленьких. И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида. А на других больных клеймо стояли у кого на спине, а у кого на груди. И это морально унижало человеческое достоинство. Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стала об этих предметах спорить. А положили меня в небольшую палату, где лежало около 30 разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжело больные, а некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели, другие играли в пешки, третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем. Я говорю, сестрица, может быть, я попал в больницу для душевнобольных? Так вы так и скажите. Я говорю, каждый год в больницах лежу и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок. А у вас что базар? Так говорит. Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял? Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном состоянии и при виде его я окончательно потерял свое сознание. Только очнулся я, наверное, так думаю, дня через три. Сестричка говорит мне, но, говорит, у вас прямо двужильный организм. Вы, говорит, сквозь все испытания прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, говорит, если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, говорит, вас можно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением. Однако организм мой не поддался больше болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием – коклюшем. Сестричка говорит, наверное, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение, и вы, наверное, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули. В общем, вскоре организм взял свое, и я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал, на этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве на коже пошли мелкие прыщики вроде сыпи. И врач сказал, перестаньте нервничать, это у вас со временем пройдет. А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то не пришел и нельзя было отметить. То, наконец, у них началось движение жен больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит, у нас такое переполнение, что мы прямо не поспеваем больных выписывать. Вдобавок у вас только восемь дней перебор, и то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по три недели не выписываются, и то они терпят. Но вскоре они меня выписали. И я вернулся домой. Супруга говорит, знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится, по получении всего срочно явитесь за телом вашего мужа. Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой. А они почему-то подумали на меня, хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтоб с кем-нибудь там поброниться. Но как вспомнил, что у них там бывает, так, знаете, и не пошел. И теперь хвораю дома. 1936 год. Любезные слушатели, любители и ценители литературы, прошу вас поддержать мое усердие при помощи соцсети ВКонтакте и канала Бусти. Ссылки в описании. Заранее благодарна. Субтитры подогнал «Симон»